Будем надеяться, что мальчик скоро найдется. Погода не на шутку разгулялась. В трех областях страны по-прежнему действуют ограничения движения по региональным трассам. В Карагандинской области из-за дождей и грязи застряли 15 грузовых автомобилей с углем. Метели и сильный снегопад переместились из Карагандинской области в Актюбинскую. Сегодня в спасатели вызвалили из снежного плена 350 человек, в том числе целый автобус, следовавший из Москвы в Ташкент. Пассажиров накормили, обогрели, а некоторых уже отправили домой. Друзьям большое спасибо, что нам помогли. Хорошо, что там снеги, сугроби не остались. Дай бог им всем здоровья. А под Караганды новая напасть сегодня лил дождь. В грязи застряли 15 грузовых автомобилей с углем. По словам спасателей, ограничение движения на трассе введено еще с декабря. И водители поехали своевольно. Часть людей эвакуировали, в том числе 8 детей. Водители семи автомобилей до сих пор находятся на трассе. Конечно, естественно, предложили эвакуацию. Но они все отказались от эвакуации, так как не хотели оставить свою технику и уголь. А жителям Актау обильные снегопады ударили по карману. Таксисты вдвое подняли тарифы. И если еще в декабре горожане могли уехать в любой конец города за 350 тенге, то теперь придется выложить как минимум 500. Холодный антициклон господствует сегодня на севере и западе страны. Перекрыты трассы во все направления в Карагандинской области. Движение ограничено в Актюбинской и Казалардинской областях. С юга Балхаша у нас выходят теплые фронтальные разделы. Они оказывают влияние. Север, восток и центральные части области, они под влиянием от рогосибирского антициклона. Поэтому там температура гораздо ниже. По предварительному прогнозу, ослабление морозов и усиление ветра ожидается в середине месяца. Это будет обусловлено выходом очередного южного циклона. Екатерина Рыльская, Кирилл Ефремов, Информбюро, Восточно-Казахстанская область.